здравствуйте уважаемые посетители сайта portable games и нашего видеоканала меня зовут виталий и сегодня я вам покажу как можно перепрошить приставку IQ Smile Max она же является клоном приставочки GXD S7100 соответственно если вы прошиваете приставку GXD то значит действуйте таким же образом как я вам сейчас буду показывать перепрошивка необходимость перепрошивки может быть вызвано тем что например приставка ну подвисает медленно работает или ее там компьютер не видит там или какие-то еще там различные варианты плохой работы приставки перепрошивка в этом случае является самым радикальным методом единственное что нужно предварительно сделать это зарядить аккумулятор консоли полностью и по возможности скопировать имеющийся внутри контент на компьютер потому что прошивка про после того когда завершится процесс она затрет все данные которые были внутри внутри приставки то есть память очистится предварительно я подготовил карточку памяти карточку памяти нужно брать ну меньше небольшого размера то есть там рекомендуют 1 2 гигабайта у меня карточка 8 гигабайт я с сайта какие у скачал файл прошивки там же кстати есть и инструкция по перепрошивке вот я показываю что у меня на карточке памяти находятся файлы прошивки от 1 2 3 4 5 это вот все относится к файлам прошивки они лежат прямо в корне карточки памяти и сейчас я буду перепрошивать приставку предварительно я ее выключу далее для того чтобы начать процесс перепрошивки то есть зажимаем кнопку меню и нажимаем кнопочку включению приставки до появления надписей на экране удерживаем эти кнопки вот появилась надпись отпустили кнопки и теперь процесс прошивки пойдет в автоматическом режиме то есть вот видите пишешь что обновление шаг 1 не выключайте питание сейчас написала обновление шаг 2 не выключайте питание ну то есть идет процесс обновления программное обеспечение консульки занимает это ну не знаю минут пять наверное получается вот видите прогресс идет внизу экраны полосочка закрашиваются желтым цветом во время прошивки не стоит нажимать кнопки там просто надо оставить консоль в покое по мере того как процесс завершится консоль сама перезагрузится и когда вы увидите что она перезагрузилась значит уже там делайте дальше то что вы наметили с консоли то есть возвращайте контент подключайте компьютеру перезагружаете все это дело но пока идет процесс прошивки какие-либо действия с консоли делать не стоит иначе можно просто нажить себе головную боль и получить массу проблем потом в виде убитого загрузчика консоли и как его восстанавливать это довольно проблематично вот консоль перезагружается первая загрузка после перепрошивки я уже несколько раз говорил об этом она происходит несколько дольше чем это в обычном режиме делается то есть пока консоль поймет что у нее в памяти что-то изменилось по как она как говорится все это дело переварит поэтому немножко подольше приходится ждать пока она загрузится ну вот консоль у нас загрузилась и теперь мы сейчас посмотрим что же мы имеем у нее в памяти здесь иконки все как говорится на местах на своих остались потому что это они входят в прошивку заходим мы здесь у нас тоже присутствует иконки приложений далее присутствует у нас некоторые иконки игрушек а самих игрушек видите нету то есть например если я захочу запустить рио то она мне предлагает загрузить этот файл из интернета то есть если нажму окей то она мне будет искать сеть почему это происходит да потому что прошивка очистила память устройства то есть если я сейчас включу файловый менеджер включу внутреннюю память вот увидите одна единственная папочка присутствует в памяти консоли соответственно то что я заранее сохранял на компьютер сейчас я должен пойти и вновь вернуть это все ну вот прошло немного времени я скопировал все содержимое памяти обратно в консоль то есть например если теперь посмотреть игры то вот они здесь раньше у нас присутствует только android игрушки теперь появились аркады теперь появились игры nintendo 64 появились игрушки playstation 1 и игрушки sega dendy и геймбой вот и теперь если соответственно нажать кнопочку выбора приложений запуска на по он напишет что приложение установлено осталось только его вернее приложение присутствует в памяти осталось только его установить вот идет установка angry birds и соответственно сейчас мы попробуем и его открыть вот открываем запустилась игрушка то есть все скопировалась в память приставки первый уровень а а а а а а как видите все работает сейчас мы выйдем из этой игрушки и для того чтобы воспользоваться каким-нибудь другим приложением тоже мы допустим выбираем иконку и нам пишет что нужно его установить что она существует также мы сейчас войдем файловый менеджер и увидим что вот у нас содержимое внутренней памяти консоли изменилась у нас появились все папки которые были раньше и все необходимые программы на этом я хочу и закончить рассказ о том как перепрошивается консоль к айкью смел макс и также упомянуть что такими же точно такие же точно действия нужно делать если вы хотите перепрошить консоль вот gxd с 71 2 0 либо ее какие-либо другие клоны но правда кроме как айкью макс и титан 01 других клонов официально на российском рынке я честно говоря ну по крайней мере не встречал ну не буду говорить конечно за весь рынок российский но по крайней мере в нашем городе других клонов консольки от gxd никто не поставлял все до свидания до следующих встреч на нашем видеопортале